Всем привет! Сегодня хочу немножечко рассказать о вьющемся плоксе. Вьющийся плокс очень легко выращивать. Он обычно цветет весной, цветет в зависимости где-то около месяца, в зависимости, если вы живете в очень жарком климате или нет. Например, у нас климат довольно теплый, и весна бывает, если очень теплая, то он цветет, конечно, где-то около трех недель. А так вообще может, если дождливая погода, то может цвести и около четырех недель. Его очень легко выращивать, очень устойчивый, у него практически нет болезней, поливать его практически не нужно. Цветет, имеет разные соцветия, такие, как вот, например, здесь у меня и сиреневый, и такой ярко-сиреневый, и немножечко такой, как это, пастельные тона, сиреневые, розовые. И также есть еще белые, но у меня, по-моему, белого нет. Плокс – это плетущиеся, вернее, стелющиеся растения. Оно растет где-то 8 сантиметров в высоту и доходит где-то до 60 сантиметров в ширину. Очень хорошо сажать плокс на каменных горках, но, в принципе, и в цветочных клумбах он тоже хорошо смотрится. Плокс вообще, так как он цветет в основном только весной, и потом он становится таким не очень, скажем так, не очень красивым. Вот он подсыхает и становится вот таким вот сухим. Но вообще, ну вот в нашей местности, потому что у нас очень жарко, и он иногда летом подсыхает. Но вообще интересно, потому что весной особенно, вот ты смотришь на веточки, и кажется, что какая веточка, вообще не только веточка, но вообще весь куст выглядит очень сухой и некрасивый. И потом к апрелю, к концу марта, в начале апреля появляются вот такие вот зеленые росточки, и весь плокс покрывается буквально за какие-то считанные дни бутончиками и вот такими цветами. И плокс любит солнце. Вот здесь у меня солнечная сторона, и поэтому плокс здесь цветет очень хорошо сейчас. Также у меня есть плокс в другой клумбе, позади дома. Там не так много солнца. В основном первую половину дня там тень. И вот я сейчас туда, мы с вами подойдем, и я покажу, что там плокс еще только-только начал цвести. Я сегодня купила салвию. Буду рассаживать салвию у себя в саду. И просто покажу, какая здесь красота. Также у меня плокс растет. Вот видите, здесь это не горка, это просто клумба. И вот здесь появляются, иногда у плокса проявляются проплешины, как вот здесь. Он почему-то погиб. И что я сделаю осенью? Я просто подкопаю плокс где-нибудь в другом месте и пересажу вот в эту проплешину, чтобы заполнить ее. Или можно сюда посадить какие-нибудь другие цветы. Также хочу сказать, что плокс очень легко пересаживать. Его осенью лучше всего пересаживать. Осенью что можно сделать? Можно просто взять лопатой и посмотреть, где он. Потому что он, видите, вот такой вот. Вот так вот идет. И просто посмотреть, где здесь корни. И подкопать, допустим. Подкопать вот это и прямо выкопать целый клок. И вот этот целый клок вместе с землей пересадить куда-нибудь в другое место. Он хорошо примется и будет хорошо расти. Так же у меня здесь еще плокс растет не очень много. И вот здесь у меня на такой каменной горке растет также несколько кустов плокса. Он такой нежно-сиреневой расцветки. Хочу вот здесь подальше встану, чтобы было видно. И это северная сторона. И она еще закрывается домом. Поэтому здесь с самого утра, где-то до часу дня, до часу, до двух часов дня нет солнца. И вот здесь плокс только-только сейчас начинает расцветать. Если спереди дома, где постоянно солнце с утра до вечера, он уже зацвел. И давно, уже где-то неделю, полторы недели цветет. То здесь он только начинает зацветать. И видите, здесь очень много бутонов вот таких вот маленьких. Он буквально еще недавно был как сухой, такой очень некрасивый смотрелся. Ну вот как здесь. Видите, он такой вот весной. Он выглядит вот такой сухой и не очень красивый. Но если присмотреться, там уже растут новые бутончики и новые листочки. Набирается вот везде. Просто оно вот попозже. Как-то вот эта часть, она попозже начинает набирать бутоны и цветы. Некоторые уже цветут. Довольно, почти в полную силу. А некоторые только вот набирают. Потому что Плокс, как я сказала, он вообще любит солнышко. Такой нежно-сиреневый, красивый. Очень легко выращивать. Очень красивый цветок. Мне очень нравится он еще тем, что весной не так много цветущих растений. И Плокс это один из таких растений, которые будет украшать ваш сад. Там сверху тоже он еще практически не цветет, только набирает бутоны. Такой вот. Здесь у меня растут в камнях хэнн чикс. Везде присоседились. Ну я их там присоседила, я их посадила. Уже хотела сказать, что Плокс очень легко черенковать. Вы просто, когда Плокс цветет, вы берете веточку, длинную веточку, и срезаете ее. Для черенкования лучше взять экстра веточек, то есть побольше, и опускаете его в корневин, и сажаете вот эти обрезки, или как их назвать, в не очень глубокий контейнер. И первое время поливаете, и где-то через недели 2-3 он должен прижиться, и вы можете посадить. Но мне кажется, что это в том случае можно сделать, когда у вас, например, Плокса немного. Но если у вас его много, в принципе, мне кажется, что просто подойти и обрезать прямо вот такой вот кусок отсюда, и пересадить куда-нибудь в другое место, он быстрее так разрастется. Вот такой вот красивый цветок на весну. Так сейчас Плокс выглядит на заднем дворе. Спустя полторы недели, с тех пор, как я снимала видео, я еще не успела его выставить, скажем так. И просто хочу показать, насколько, на какая большая разница во времени. Вот сейчас здесь Плокс цветет практически в полную силу. И вот так вот выглядит. Очень красиво. Вот так вот выглядит. На улице холодно. Субтитры сделал DimaTorzok Сейчас в саду очень красиво цветут, а запах Красный, сладкий, сладкий запах И так далеко распространяется Новый домик для птичек Ну, конечно, не думаю, что птички здесь Птенцов только однажды, как в этом году Обычно, опять же, в теплые дни Здесь птенцов очень удобно, а сегодня птенцов Продолжение следует... 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 Продолжение следует...